Как облегчить себе задачу при подготовке к writing? Почему тексты reading такие сложные? Как не запороть speaking и чувствовать себя уверенно? Сегодня мы обсудим топ-3 лайфхака для подготовки к экзамену Cambridge FCE. Досмотрите видео до конца, чтобы не пропустить важную и очень полезную информацию. Ребята, всем привет! Меня зовут Надя Розенталь, добро пожаловать на мой канал. Однажды мы с Дайвиной преподавателем из Ирландии обсуждали особенности русских студентов. Дело в том, что по статистике у русских студентов наиболее слабыми моментами при изучении языка являются writing и speaking, то есть именно те части, где нужно продуцировать язык самостоятельно. Поэтому задания writing и speaking для студентов, сдающих экзамен Cambridge FCE, являются самыми сложными. Как же облегчить себе задачу? Во втором задании части writing вам даются три текста и вам нужно выполнить один на выбор. Вообще вам могут попасться три из четырех возможных вариантов. При подготовке вам не нужно готовиться ко всем этим форматам. Конечно, вы можете готовиться ко всем, но чтобы сэкономить силы и время, я рекомендую вам выбрать два, которые получаются у вас лучше всего. Возможно, это будет report, возможно, это будет статья. Любой формат, который получаются у вас лучше всего. И просто нарабатывайте эти два формата. Почему именно два? Если вы выберете один формат, то он может вам и не попасться, потому что на экзамене вам дается три варианта. Например, вы выбрали статью, но вам попался отчет, review и письмо, а статья вам не попалась. То есть здесь вероятность того, что статья вам попадется не равна ста процентам. Но если вы выберете два формата, то вероятность того, что вам попадется один или тот вариант равна ста процентам. Поэтому, если вы хотите облегчить себе задачу, сэкономить силы и время, выберите два формата и готовьтесь именно к ним. Почему тексты в Reading такие сложные? Почему часто студентам не хватает времени на выполнение заданий из частей Reading? Дело в том, что задания из этой части направлены не на детальное понимание текстов, а на их общее понимание. И, как правило, тексты в этой части даются намного выше по уровню, чем Upper Intermediate. Поэтому для качественной подготовки к этой части экзамена вам необходимо читать тексты, которые сложнее и выше по уровню, чем Upper Intermediate, чтобы просто привыкнуть к сложности, к уровню текстов и отработать, выучить необходимую лексику, наработать необходимый вокабуляр. Кстати, чтобы успешно справиться с этой частью экзамена, вам необходимо регулярно пополнять словарный запас. Как же не провалить Speaking? Как же почувствовать себя уверенно? Здесь одна самая главная общая рекомендация. Первое впечатление. Это первое впечатление, которое будет преследовать вас на протяжении всей части Speaking. Если вы хотите произвести хорошее первое впечатление, вам необходимо сделать две вещи. Первое, поработать над своим произношением. Второе, быть уверенным и уверенно подавать информацию. Если у человека хорошее произношение, то люди склонны полагать, что его английский, грамматика в том числе, достаточно хороши. Это же происходит и на экзамене, и это происходит у экзаменатора совершенно бессознательно. Если у экзаменуемого очень плохое, невнятное произношение, то экзаменатор будет вслушиваться и улавливать больше ошибок, больше неточностей. Может случиться так, что тот, у которого произношение лучше, может получить более высокий балл именно из-за этого. И именно по этой причине наиболее выгодно сдавать экзамен Cambridge FC в своей стране. Потому что здесь русский акцент, экзаменаторы понимают лучше, чем, например, экзаменаторы из Испании или из другой любой страны. Если вы хотите знать больше подробных тактик и стратегий, пошаговых рекомендаций о сдаче экзамена, записывайтесь на мой онлайн-курс Cambridge FC 1001 совет для успешной подготовки. В этом курсе я собрала различные тактики и стратегии для подготовки каждой из частей экзамена. Те советы и рекомендации, которые помогли когда-то мне, и те советы и рекомендации, которых мне не хватило, чтобы получить наиболее высокий балл. Вас ждет 14 видеоуроков с конспектами, дополнительными материалами и живыми примерами. По окончании курса вы сможете записаться на бесплатную получасовую консультацию. Впишите, до 10 октября по этому промокоду действует скидка 20% на приобретение курса. Ссылку и промокод я также оставлю в описании. Если у вас есть какие-то вопросы о курсе, вы можете оставить их в комментариях. Записывайтесь на курс и спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...